Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск «Еселях парад» с вами Богдан Петров. И вначале коротко о главном. На встрече в Кремле были обсуждены перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза и актуальные вопросы региона. Нурсултан Назарбаев также выразил признательность президенту России за поддержку, оказываемую Казахстану во время пандемии. Сейчас на Карагандинском фармацевтическом заводе налажено эффективное партнерство в рамках выпуска вакцины российского препарата «Спутник Ви». А Владимир Путин отметил, что несмотря на негативное влияние карантина, двусторонние связи набирают положительную динамику. По его словам, это означает, что давность между Россией и Казахстаном вышла на новый уровень. Президент Касымжумар Токаев заслушал информацию председателя счетного комитета Натальи Годуновой об основных выводах заключения к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, принятому на совместном заседании парламента на прошлой неделе. Председатель счетного комитета также доложил об основных итогах аудитов управления земельными ресурсами специальных экономических зон и акционерного общества «Национальная горнорудная компания Таукен Самрук». По итогам встречи главой государства даны соответствующие поручения. Пока в селе Якорь Кызылжарского района люди ждут подключения воды, жители Есильского, Жамбылского и Мамлюцкого районов сегодня вздохнули с облегчением. В 2014 году начался грандиозный проект по подводу водопровода к 18 населенным пунктам. Завершить его удалось только в 2021-м. Сколько человек провели воду в дома и сколько денег выделили – реализацию проекта сегодня проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов. После развала Советского Союза мы с глубинного начали пить. Есть глубина, отсюда полтора километров, и флягой, у кого есть машина, трактор, так и воду взяли. 21 век – век современных технологий и цифровизации. Да вот только до сих пор стоит проблемный вопрос с водой. В некоторых населенных пунктах Северо-Казахстанской области люди вынуждены ходить на колонки, покупать воду во флягах, а иногда и вовсе ждать определенного времени ее подачи. С сегодняшнего дня эти проблемы не будут касаться жителей 18 населенных пунктов Есильского, Жамбылского и Мамлюцкого районов. Это, кстати, чуть больше 11,5 тысяч человек. Три дня, Кумар Аксакалович, мы уже воду даем. Вода к этим из 18 поселков, 10 уже в разводящих сетях. Анализы у нас на радиацию и на химанализы официально уже с СССР есть. На проект потратили чуть меньше 5 миллиардов тенге. Реализовывали его 7 лет. Теперь на очереди вот первого Пресновского водопровода. А это значит, что еще 15 сел получат возможность завести воду в дом. 7 из них планируют подключить в этом году, остальные в следующем. Из 635 населенных пунктов нашей области, 215 подключены к групповым водопроводам. Поэтому роль групповых водопроводов, она очень важна для нашей области. Поэтому государство выделяет средства для поддержания и ремонта групповых водопроводов. В целом, по результатам проведенной работы, по итогам года мы обеспечим 83,5% жителей, проживающих в сельской местности, чистой питьевой водой. А благодаря принятому комплексному плану развития региона до 2025 года, местные власти при поддержке государства доведут показатели обеспеченности питьевой водой в селах до 100%. Еще 78 сел получат доступ к центральному водоснабжению. Это, кстати, почти 85 тысяч человек. Илья Кудряков, Урал Амренов, Служба новостей. Делегаты из Североказахстанской, Костанайской и Акмолинской областей провели форум сельских женщин на платформе Zoom. Обсуждалась их роль в развитии бизнеса и сельского хозяйства. В форуме приняли участие специалисты исполнительных органов, депутаты, представители общественных организаций и предприниматели. Цель мероприятия – развитие сел и повышение благосостояния населения за счет поддержки женского бизнеса. Участники обменялись опытом и рассказали о госпрограммах, посвященных развитию женского предпринимательства. Заместитель Акима Североказахстанской области Ганин Игметов поблагодарил самых активных, которые участвуют в общественной жизни и своим трудом вносят вклад в экономику региона. По его словам, в ближайшие пять лет местным исполнительным органам необходимо модернизировать 300 сел нашего региона. Только в этом году на 115 населенных пунктов направят 17 миллиардов тенге. С 1 июля 2021 года вступает в силу новый административно-процедурно-процессуальный кодекс. Он направлен на разрешение споров в области публичных правоотношений. Это порядок рассмотрения жалоб граждан, юридических лиц на действия госорганов и публичной власти. По новому кодексу суд на стороне ИСЦА и помогает ему в реализации своего права формулирования требования в обосновании иска. Суд полностью проверяет действия госоргана на соответствие закону. Суд может привлечь дополнительных ответчиков. Основная цель нового кодекса – сдерживание произвола госорганов. Штрафы существенны от 10 до 100 месячных расчетных показателей, которые накладываются уже конкретно на должностное лицо, несоверенно представившие доказательства. Путь до вынесения судебного акта. Суд также контролирует его исполнение. Дает определенный срок для того, чтобы госорган устранил все нарушения. В случае несоблиния этого срока, опять же, несет ответственность должностного лица этого госоргана. В Казахстане продолжается активная вакцинация против коронавируса. Так, в товариществе с ограниченной ответственностью Козылжар-Су вакцину «Спутник Ви» получили 533 человека. Это 80% всех сотрудников крупного предприятия. С подробностями наш корреспондент. Ограничивается доступ на работу в очном режиме всем невакцинированным лицам против COVID-19. Именно так говорится в новом постановлении главного санитарного врача Республики Казахстан. ТО Козылжар-Су в числе первых, кто принял активное участие в компании по вакцинации. Эту работу здесь же начали с апреля. Наша деятельность, естественно, связана с людьми. Поэтому руководство и коллектив предприятия приняли активное участие в компании по вакцинации против коронавируса. В период действия жестких карантинных мер более 50% сотрудников нашего предприятия перешли на дистанционный формат работы. Что, безусловно, было неудобно. Поэтому получение вакцины – это единственный способ обезопасить себя, своих близких и горожан. А также это позволит работать нашему предприятию в штатном режиме. На сегодняшний день прививку получили 533 человека. Вакцинацию организовали на предприятии в четыре этапа. Евгений Новожилов работает администратором спортзала. Первый компонент поставил в апреле, второй – в мае. По словам героя, чувствует он себя отлично. Всех призывает ответственно относиться к своему здоровью и по возможности ставить укол здоровья. Надо позаботиться о себе и, во-первых, об окружающих, о своей семье. Так что положительно призываю привиться вакциной, не бояться, не слушать, не смотреть интернет, что там призывают. Здраво сесть, подумать и решиться. Ничего страшного в этом нет. Вакцинация – один из способов предотвратить опасную эпидемию в нашей стране. На сегодняшний день в Северном Казахстане более 70 тысяч человек получили оба компонента вакцины. К слову, на предприятии 116 работников переболели коронавирусной инфекцией. 96 сотрудникам запрещено ставить прививку по медицинским противопоказаниям. Мадина Нуркина, Рустам Тлежанов, Служба новостей. Петропавловские полицейские продолжают профилактику интернет-мошенничества и сезонных видов преступлений. В ходе очередной отработки стражи правопорядка предупреждали горожан о том, как уберечься от велокраш и не стать жертвой аферистов на сайтах OLX и Instagram. Здравствуйте, с управления полиции, участковый инспектор. Откройте, пожалуйста. Спасибо. 2021 год Министерством внутренних дел объявлен годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа полиции шаговой доступности. Руководством управления полицией города Петропавловск инициирован очередной рейд полиции и волонтеров. Сотрудники расклеивали специально разработанные информационные листы, а главное – общались с населением. Первое, чтобы все знали, кто обслужит, какой участковый инспектор обслужит его территорию. То есть на данном информационном листе указана его фотография, указаны его данные, полностью фамилия, имя, отчество, указан сотовый телефон, также рабочий телефон участкового пункта полиции и непосредственно дежурной части. Данные брошюры будут размещены в подъездах домов, в организациях, в торговых домах, в магазинах, во всех общественных местах, где любой граждан может это прочитать. Только на территории участкового пункта полиции номер 4, расположенного в новом микрорайоне Жасуркен, задействовано более 20 полицейских. Совместно с волонтерами пройдено свыше 100 жилых многоквартирных домов, 386 подъездов, 362 организации, а также магазины и другие проходимые места. Главная цель – точечная профилактика интернет-мошенничеств и велокраш. Также в каждой посещенной точке полицейские распространяли информационные листы с контактными данными участковых и профилактикой преступлений. За два часа расклеены 750 плакатов. Разъяснительные беседы проведены с жильцами домов, руководителями предприятий и работниками организации. С начала года на территории области зарегистрировано более 300 интернет-мошенничеств и 56 велокраш. Современные горники и шоссейники довольно дорогостоящие, поэтому летом злоумышленники целенаправленно промышляют именно кражами этого вида транспорта. Оперативники напоминают – кражу легче предупредить, чем раскрыть. Если вы стали жертвой преступления, необходимо немедленно сообщать об этом в полицию на номер 102. Тамерлан Львубаев, присоединитель пресс-службы областного департамента полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кызылжарском районе. Автомашина скорой помощи столкнулась с автомобилем «Ауди». В результате ДТП пострадали пассажир скорой помощи и двое в легковой автомашине. Один из них – 58-летний житель города Мамлютки, госпитализирован в больницу. Также в медучреждение экстренно доставлена 28-летняя беременная пассажирка спецавтотранспорта, направлявшаяся для госпитализации в перинатальный центр. Причины происшествия выясняются, как позднее сообщили. Женщина родила, состояние ребенка и мамы удовлетворительное. Очередной рейд по предупреждению гибели людей на воде прошел в Петропавловске в последний день июня. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Североказахстанской области объезжали места несанкционированных купаний и предупреждали отдыхающих. В связи с повышением температуры воздуха ежедневно проводятся работы по предупреждению несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в области проведено более тысячи рейдов. За это время сотрудники распространили более 25 тысяч агитационных материалов. По словам Кирилла Иванникова, на подобного рода мероприятия населения реагируют по-разному. Администрация департамента по чрезвычайным ситуациям в очередной раз, обращаясь к жителям, настаивает на соблюдении простых правил техники безопасности на водоемах. Сотрудниками департамента ежедневно транслируются видеоролики с предупреждающим и информационным характером по соблюдению правил безопасности на водоемах. Стоит помнить, что на территории нашей области зарегистрировано 58 официальных мест массового отдыха, которые расположены на 12 озерах и реке Ишим. Если обратиться к городу Петропавловска, у нас имеется два официальных места массового отдыха. Это городской пляж на реке Ишим, а также озеро Пестрое. Стоит понимать, что соблюдение правил безопасности на водоемах носит приоритетный характер, так как за последние 8 лет у нас не были зарегистрированы несчастные случаи на воде, являющиеся официальными местами. То есть на официальных пляжах гибель на воде не зарегистрирована. Сегодня, 1 июля, казахстанцы отмечают Национальный день Домбры. Официально праздник зарегистрирован в 2018 году после подписания специального указа первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Эта новость не могла не порадовать жителей нашего региона. Подробнее далее. Как говорил Нурсултан Назарбаев, Домбра – это душа казаха. В казахской культуре этот инструмент испакован веков занимал особое место. Этот верный спутник во все времена – символ нашей истории и обычаев. К этому празднику с особым трепетом отнеслись и наши юные акины. Сегодня уже третий год вы наблюдаете ансамбль «Жаздарын». Это воспитанники школы искусств «Жаздарын». Они исполняют у нас произведения, показывают искусство игры на домбре. Это мероприятие приурочено по реализации программы «Рухани Жангару», приурочено также к 30-летию независимости Республики Казахстан. В праздничном концерте учащийся Домбрового кружка поделились произведениями Курмангаза. Балбараон, Косалка, учитель. Я занимаюсь этим искусством два года. Мне нравится заниматься этим искусством, потому что, можно сказать, я поднимаю дух Казахстана. Можно считать то, что я патриот. И у меня в мире много искусств, но я выбрала именно Домбру. В рамках программы «Рухани Жангару» Домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению НЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кьюи внесены в список нематериального наследия человечества. Аида Ермекова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова состоялся вечер памяти в честь 70-летия писателя, журналиста и переводчика Зейнаулы Акимжанова. На мероприятии присутствовали члены его семьи, друзья и коллеги. Подробности далее. Зейнаулы Акимжанов родился 1 июля 1951 года в селе Амангильды Жамбулского района Северокрахстанской области. Учился на факультете филологии Казахского государственного университета. Работал в должности заведующего литературным отделом газеты «Соутосток Казахстан». Сегодня его коллеги и товарищи вспоминают о нем с большим уважением и теплом. Зейнаулы Акимжанов был высокопрофессиональным журналистом. Все очень уважали его. С ним советовались не только рядовые сотрудники, но и главные редакторы. До сих пор с любовью перечитываю произведения. Сборник его стихов «Жируйок» опубликован в честь 50-летия выдающегося поэта. Эта книга – настоящее сокровище. Как было отмечено, Зейнаулы Акимжанов – не только профессиональный журналист, но и одаренный поэт. Им написано около 500 стихов. Также он переводил произведения многих русских авторов, таких как Александр Блок, Иван Шухов, Владимир Шестеряков. Произведения Зейнаулы Акимжанова имеют особый стиль. Он творил в жанре прозы и нередко писал на тему любви. Старался затронуть струны человеческой души. Также активно занимался изучением романа Мажита Давледбаева «Казулжар». Зейнаулы Акимжанов является отцом трёх детей. Его супруга Галия Кожахметова вспоминает, что на первый план он ставил работу. Были моменты, когда он задерживался на ней сутками. Тем не менее, семья содействовала его деятельности. Мы познакомились с Зейнаулой в Петропавловске. Тогда я училась в педагогическом институте. Прожили вместе 41 год. Он был добрым человеком. Всегда с уважением относился к родственникам, близким и друзьям. Стоит сказать, что 9 июля этого года выйдет в свет очередной сборник стихов Зейнаулы Акимжанова. Ознакомиться с произведением читатели смогут в областной библиотеке. Тамерланд Леубаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. В областном центре стартовал первый этап соревнований летнего спортивного праздника «Акбедай-2021». За звание лучших в шести видах спорта борются порядка 800 спортсменов из 13 районов области. Подробности смотрите прямо сейчас. Волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, деревой спорт и тяжелая атлетика. Представители всех районов области в течение трех дней будут выявлять лучших по шести видам спорта. На стадионе «Карасай» проходят отборочные состязания по легкой атлетике и баскетболу. В финальном забеге на 100-метровой дистанции за звание чемпиона соревнуются спринтеры из четырех районов. Сергей Свитов показал лучший результат. Молодой бегун добрался до финиша за 11 секунд. Я прибыл с района Макжана Жимабаева. Занимаюсь легкой атлетикой уже на протяжении 10 лет. Я очень счастлив и рад, что выиграл в этих соревнованиях. Выступаю уже второй раз. Результат, конечно, не такой, как я планировал, но все равно я рад, что я опять выступаю на этих соревнованиях. И желаю всем спортсменам удачи, высоких результатов. Параллельно с соревнованиями по легкой атлетике проходили групповые матчи по баскетболу. В первом поединке сошли сборные Айртаусского и Валихановского районов. Никита Тарасов принимает участие в Спартакеаде с девятого класса. Позапрошлом году в составе команды самого туристического района спортсмен стал вице-чемпионом. В этом году Никита надеется как минимум повторить свое достижение. Мы приехали с Айртаусского района. Наша команда собрана из спортсменов нескольких деревень. Собрана под руководством нашего тренера из села Лобаново, получается. В этом году беда будет проходить в нашем районе. И мы постараемся отлично подготовиться, чтобы показать отличные результаты за наш район. В первом поединке со счетом 40-26 победила дружина у Алихановского района. Теперь, чтобы не вылететь из турнира и пройти в полуфинал, Никите Тарасову вместе с партнерами по команде нужно одержать Викторию в двух следующих встречах. По словам организаторов турнира, с каждым годом количество участников только растет. Соревнования проводятся у нас вот здесь на Карасае, в областной школе-интернации спортивного профиля, в колледже, в дворце спорта Винокурово и на стадионе «Достар». Стреляют новые команды. Мы видим, что есть, которые очень серьезно готовятся. Приходят молодые игроки и поэтому показывают хороший результат. Финальные этапы командных видов спорта пройдут уже в эту субботу на стадионах «Караса» и «Жастар». Кирилл Потемкин, Рустам Тлеужанов, Служба новостей. Что ж, на сегодня все. Я желаю вам хорошего настроения и будьте в курсе событий вместе с нами. Не переключайтесь.